Девочки, всем привет! Прилетела, как обычно я говорю, нереальная сумка новая Louis Vuitton. Почему я поставила ее на землю? Сразу скажу, это сумка моей мамы. Она заказала ее себе, и она разрешила мне выйти на солнце, чтобы вам показать реальные цвета. Реальный зеленый цвет, который просто на фотографии невозможно передать. И также цвета, которые сделаны вот здесь вставкой. И с этой стороны, и с вот этой, потому что они разного цвета. На фотографиях это все сложно передать. Поэтому эта сумка никому не полетит, и не переживайте, что она стоит здесь на земле. А с вашими сумками я такое не делаю. Они стоят у меня на лавке, вы это знаете. Так вот, сейчас я вам покажу все детали, как отшили китайцы. Вы, пожалуйста, как любите, заходите на сайт оригинала и сравниваете. Все вот эти шовчики, все вот эти вот монограммы совпадают, не совпадают. Я уже все проверила. Сейчас вот такой вот вам подробный обзор. Ну, здесь просто белый цвет. То есть сумка чем удобна, что вы можете одеть вообще любые вещи. И просто перевернуть сумку либо со стороны зеленого цвета, либо со стороны белого цвета, что вам уже подходит под вашу цветовую гамму одежды. Ручки сделаны с черным кантом у монограммы. Как бы они и сюда подходят, и на зеленую сторону тоже очень даже подходят. Удобно то, что они ручки прикрепили внутри. То есть вам не приходится вот такое наблюдать. То есть вам нужно сумку повесить на плечо, и хоп, ручки достали. И они, как бы прикреплены, видите, сзади. То есть они не портят дизайн и картину передних ручек. И вообще всей аппликации на сумке. Вот. И получается то, что вы можете за короткие ручки носить, также повесить ее на плечо. Ручки достаточно длинные. А сумка, когда вы повесите ее на плечо, примерно на уровне талии. Правильная буква О. Отшивали эти модели во Франции. Вот мне тут одна клиентка спрашивала, почему шляпки отшили в Италии, а такие, например, во Франции. Но, к сожалению, я не знаю. Луи Витон сам выбирает, какие сумки ему отшивать в Париже у себя на фабрике, какие отшивать в Италии, какие в Китае, и клеить вам вот такие логотипы Франция и Италия. Вы знаете прекрасно, что китайцы могут наклеить, в принципе, вам все, что угодно. Здесь у меня лежат для объема вещи. Тут, кстати, очень такая вот интересная идея носить белый фейворит. Белый фейворит вот в такой большой сумке. Видите, как красиво смотрится? Можно взять вообще, например, мини, а не большой размер, и использовать как кошелек. Или, например, вот как я в машине иду с большой сумкой. Когда я выхожу из машины, я беру клатч, который лежит у меня в новофуле. Но новофул я выкидываю на днях, поэтому я уже себе купила новую сумку Фенди, и скоро я вам ее покажу. Так, сейчас давайте еще посмотрим. Вот эту сторону вы поняли, цвет. Сейчас мы посмотрим еще другую и зеленую. Сейчас я ее переверну аккуратно. Опа! Она такая достаточно тяжелая, потому что у нее размер идет больше, чем у новофул, и стоит здесь, видите, два куска кожи, просто сплошные. Тут, тут, еще сбоку, и там снизу. Вот, и получается здесь вот такой оттенок. И вот зеленый цвет, который практически нереально передать на фотографиях. Вот на свету, на солнце. Вот такой вот он. Он прям как трава. Вот он прям яркий зеленый цвет. Д Zach, вот так. Под digestим? come on! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...